мои дорогие замечательные привет сегодня хороший летний день в мальмо и мы с вами немного поговорим обо всем и своем о женском сейчас я себе сделаю чай ромашка и кстати очень успокаивает рекомендует вот так доживешь до старости и не сможешь а ведь было время у меня быстро получалось так что хотела сказать вчера все-таки мы же ходили в магазин да я вам рассказывала я не выдержала купила вот себе кофточку она таких небольших размеров наверное поменяли размеры на размер с но у меня то размер извините далеко не с как-то размеры изменились вот 150 крон она была это кофточка не знаю я дорого дешево судить вам вот такая скандинавская мода так все это поставила ой я забыла включить господи аж да вот надо тут сначала нажать а потом тут чай у меня ромашка вы кстати с собой сумки я ношу еще колготки запасные девочки потому что погода такая неизвестная я колготках сейчас хожу и с собой запасные колготки ношу мало ли они порвутся да у меня на средней дороге колготки на них так это у меня творожники скоро в ближайшем будущем есть и вот у меня чай ромашковый компании лорд нельсон покупаю я в лидле в пакетике аргу вот так вот до чтобы не питаться бумагой бумагой девочки я очень люблю ваши комментарии читать возможно я не всегда отвечаю данные всегда читаю ваши комментарии ставлю лайки или палец вверх мне очень интересно знать что у вас происходит в жизни что вы там покупаете как вам нравится то что я покупаю не нравится вот у меня было видео да можно ли доверять сестре что вы думаете под этим видео вообще вы знаете я думаю что доверять кому-то вот так вот сильно можно наверно только самому себе потому что сколько этих вот историй всяких разных случается вокруг тем более сейчас какая пропаганда да идет что только можно получить если что-то там ты обманешь кому-нибудь своего близкого окружения только тогда и что обманы считается чем-то там таким вот зазорным постыдным так хотела я накрыть крышечкой крышечки нет накрою пластиковой тарелочкой вот так вот мои дорогие вы знаете вот такое случилось событие но случается постоянно да когда люди переходят дорогу на зеленый свет и люди переходят дорогу на красный свет хотела с вами поделиться своими вот измышлениями по этому поводу у меня в школе был педагог и он нас так учил дорогу надо переходить не на красный свет или на зеленый свет дорогу надо переходить тогда когда нет машин и я вот все больше чем живу чем не больше лет тем я больше убеждаю что все таки это правда потому что сколько людей переходит дорогу правильно и тем не менее что-то вот скажи прямо ну то что совсем не надо случается вот это я хотела вам сегодня сказать чтобы вы были аккуратнее да чтобы это опять-таки про доверие да не доверие тому человеку который ведет машину и недоверие там ну что он посмотрит этот цветопор да и что вы будете так удачливы перейдя эту дорогу а доверие самому себе своему сердцу что вы идете на улице когда а нету машин слушайте я могу показать видите да окно окне что происходит это вот у нас центр города мальма время время мне пить чай чай о ромашковый а кстати что здесь у меня у меня здесь лимон заберу ка я его может домой что лежит без дела там еще внутри полно лимона что тоже лежит без дела так положу пакетик вот у меня пакетик из планета здоровья из России и на снег хожу так люблю я вообще граненые стаканы вот у меня ромашковый чай с лимоном девочки молодые люди хотела рассказать вам сегодня очень такую грустную историю в том числе у меня наверное такая тема в голове как доверие идет когда-то давно я училась в университете педагогическом в Новосибирске на учителе иностранных языков возьму ложечку выдавлю сок и вот уже когда близилось обучение к концу меня там приглашали чуть-чуть поработать на выставку и мне надо было пропустить одно занятие в университете чтобы на эту выставку сходить вы знаете что меня воспитывала мама что мне никто не помогал в институте учиться материально вот было тяжело 90-е годы в общем меня пригласили такое случилось буквально вот на день поработать мне нужно было уйти пропускать в те годы было нельзя как сейчас я не знаю но в те годы пропускать было нельзя иначе могли отчислить и тут моя преподша узнает что я не пришла на ее занятия потому что я была там-то вы знаете никто не мог меня там видеть там не было никого кто был причастен к универу я думала 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 кто же это мог быть и так я и не пришла к никакому заключению но у меня была справка от врача что я тогда прибаливала да и я один шансом воспользовалась я говорю я когда-то у меня справка от врача есть поэтому я пропустила ваше одно занятие потом прошло какое-то время все утряслось какое-то время прошло и появилось место в школе двух учителей я и моя подруга моя сокурсница пошли мы устраиваться и директор нас взяла естественно и в общем я осталась а подруга моя почему-то не пришла у нее класс уже сидел то есть у меня сидел класс у нее сидел класс и она не пришла на это занятие и представляете пришлось посадить нам директором да мне класс два класса в один и потом эта подруга моя звонила и кричала на меня вот и устроилась в школу а я нет так ты же не пришла ты просто не пришла мы тебя ждали а ты просто не пришла на работу как будто просто не вышла в первый рабочий день прошло какое-то еще время мы с ней дружить перестали она что-то на меня обиделась потом была у нас лекция в универе и так случилось стук там срочно выходи педагог говорит срочно выходи а тут срочно ждут господи что случилось посреди лекции срочно выходи тебя ждут а там моя красавица я говорю ну привет что ты хотела того лекция вообще-то некрасиво выходить педагога беспокоить она стала кричать ты такая ты сякая я говорю вообще какой-то имеет отношение к делу мы с тобой больше не дружим ты не захотела со мной никаких дел иметь я пошла она это и она мне в догонку кричит это я рассказала что ты не пришла на занятия в прошлом году потому что ты работала один день на выставке это я добивалась твоего отчисления представляете она ходила к педагогу и просила чтобы меня отчислили за тот пропуск у нас тогда могли так сделать за один пропуск могли тебя отчислить у меня так девочку отчислили из группы она хорошо училась тогда было 90-е годы зверства такие были вот это конечно у меня в тот день случился шок и я узнала кто же все-таки это был да это был он самый близкий человек на тот момент как я думала то есть я так глубоко заблуждалась и сегодня когда уже прошло больше 25 лет с этого момента я поняла в чем же дело мои дорогие дело было в парнях дело в том что она всегда ревновала меня к парням но дело в том что эти парни мои парнями не являлись они были моими приятелями один был мой друг детства мы выросли с ним вместе а второй был просто приятель с универа он был из другой группы из универа нас универа так не говорят в общем она жутко ревновала у меня к этим парням никакого интереса не было друг детства он вообще закатилась на стол стол поехал друг детства он вообще был как сказать не из моей оперы но поскольку он был мой друг детства и его тогда на тот момент бросила девушка а у меня парня не было он ко мне приходил и просто плакался в жилетку иногда мы с ним гуляли и все и там никакого продолжения быть не могло при любом раскладе но а видать она этого не знала хотя я ей говорила что это мой друг детства и мы там с пеленок ничего это не значит и не я для него ничего не значит и не он для меня ничего не значит просто такой период и бросила девушка и вот он ко мне ходит вот и все и мы с ним гуляем и я его семью хорошо знаю и он мою семью хорошо знает и все и ничего более но тем не менее у девушки была жуткая зависть и сейчас я понимаю что вот это вот к чему это вообще могло привести если педагог была бы более такая ну злая женщина да ну педагог она была относительно в своем уме или в своем уме ну в общем она злостью не отличалась ну пропустила я одно занятие нельзя было пропускать да но я хорошо училась ну нового материала мы тогда на том сзади не разбирали поэтому я решилась уйти и если бы это бы девушка бы не стала педагогу петь а что все такое а вот я такая сякая то есть я в больном виде в общем то пошла на эту выставку подработать да в полубольном резюме какое этой истории особенно для молодых не надо всем все рассказывать тем более сейчас такая конкуренция такая зависть вчера разговаривал со своей соседкой и она мне говорит за мужчину идет борьба женщин много а мужчина это деньги поэтому не надо себя девушки подставлять под удар и и конечно лучшую подругу надо иметь у меня есть сейчас лучшая подруга да и знаете даже кто это кто смотрит кто знает кто это и эта женщина она глубоко верующая но но к сожалению сейчас глубоко верующего человека найти это просто с факелом надо идти средь бела дня когда светит яркое солнце и может быть может быть вы его найдете а кстати анекдот про шансы в Санкт-Петербурге спрашивают мужчину и женщину мужчину какой шанс что вы сейчас на литейной выйдете и динозавров встретите и мужчина отвечает один из миллионов и тот же опрос дает женщине и женщина 50 на 50 как такое может быть ну или встречу или не встречу вот так вот так что честного человека открытого к которым вам хорошо относятся достаточно тяжело встретить поэтому дорогие мои пожалуйста берегите свою жизнь дорогу переходите правильно выбирайтесь тем с кем общаетесь и общайтесь очень очень осторожно я не говорю что нужно замыкаться сидеть в своей норе я говорю что нужно видеть того с кем вы общаетесь и не бросаться на шею первой попавшейся подруге или первым попавшемуся другу с вами была Александра швеция показала вам немного нашу шведскую жизнь из окна